В эфире Первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». Столичная программа социальной помощи молодежи «СТЭП» расширяется. О возможностях этого проекта расскажет координатор и консультант программы «СТЭП» Татьяна Лаврова. Доброе утро! Доброе утро! Сразу стоит отметить, что это не просто программа помощи молодежи, а помощи проблемной молодежи, так называемой, да? Да, той молодежи, у которой есть правонарушения, и которая не учится, не работает и в возрасте от 15 до 26 лет. Как давно действует программа? В чем заключается ее цель? Программа действует уже несколько лет в Харьюма и Таллине. И суть в том, чтобы помогать такой молодежи, которая не работает, не учится, и имеет правонарушения с поиском работы. Не всем удается сразу найти работу. Некоторые направляются нами на обучение, это курсы, может быть, курсы языка эстонского, английского, если это необходимо, либо на какие-то профессиональные курсы. Насколько нужна такая программа? Как много у нас таких ребят? Очень нужна, потому что людям, которые совершили, молодым людям, без особых социальных связей, которые совершили правонарушения, крайне сложно найти себе работу. И если их не поддержать, тогда они вынуждены порой из-за каких-то проблем, долгов, снова совершать правонарушения и таким образом, ну, захлопываться за ними мышеловка определенная. Поэтому наш долг как общество таких ребят поддержать, помочь, и поэтому есть программа по адресу step.ee, можно дополнительную информацию узнать, заполнить анкету. Данная программа сотрудничает с разными предприятиями, можно устроиться на работу благодаря программе, можно пройти, как вы сказали, уже курсы. Что еще есть, вот какие изменения произошли на сегодняшний день? На данный момент у нас в сети работодателей порядка 160 предприятий, готовых взять на работу таких вот молодых людей от 15 до 26 лет с правонарушениями. И вы знаете, к счастью, сеть продолжает расширяться. Нам помогают как тем, что готовы новые предприятия подключаются и принимать на работу, так и возможностями, скажем, помощи в рекламе. Вот последнее наше приобретение – это центр нового или повторного использования «Ускаса Тускескус», которые согласились помочь нам с рекламой. Теперь во всех шести таллиннских магазинах у нас есть постеры или такие большие роллапы с информацией о нашей программе. Мы надеемся, что таких молодых людей, наших клиентов будет больше. Что нужно, чтобы попасть в программу? Каким нужно условиям соответствовать? Нужно, чтобы было от 15 до 26 лет. Это очень важно, этот промежуток возрастной. Далее, человек на данный момент должен не учиться и не работать, и у него должны быть правонарушения. Если все эти котели совпадают, и он живет в Харьема, тогда он может заполнить анкету на сайте step.ee, и далее уже мы с ним свяжемся. В анкете самое главное – это ответить на 4 вопроса, то есть соответствует ли он этим критериям, указать свой контактный телефон, имейл, если он есть. И дальше уже на собеседовании мы будем фокусироваться на его сильных сторонах и искать работу именно под него. Сразу говорю, что хотя у нас сейчас в сети работодателей 160 предприятий, не все готовы право сейчас взять на работу. У некоторых, может быть, нет вакансий в данный момент, поэтому иногда нужно подождать месяца то и два. Но дело того стоит. Ну вот молодые люди, которые соответствуют вашим критериям, они не смотрят, возможно, телевизор, не сидят в интернете. Ну вот, как вы сказали, у них очень узкий социальный круг общения. Как помочь им, как привлечь в программу, если они не знают информации? Ну вот поэтому я обращаюсь ко всем телезрителям с помощью вашей программы. Пожалуйста, расскажите вашим друзьям, коллегам о том, что есть такая возможность. Есть поддерживающие специалисты, так называемые, те же социальные работники. Не все знают о том, что мы есть, хотя мы регулярно оповещаем из своей деятельности различные службы. Поэтому каждый, кто кому-то об этом расскажет, уже принесет очень большую пользу. И также хочу сказать, что у нас на примете, вернее, гряду два обучения для менторов и для консультантов, готовых работать с молодежью. И об этом тоже можно узнать на сайте step.ee. Мы очень рады расширению нашей такой вот сети, помощи людям, которые оступились, но которые достойны того, чтобы вернуться и жить нормальной жизнью. Ну, по поводу менторов, я так понимаю, у нас есть еще один повод для встречи. Таня, спасибо за информацию, успехов! Спасибо! Информационный блок «Добрый утратальный» подошел к своему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях была координатор и консультант социальной программы Step Татьяна Лаврова.